Самодисциплина. Так обозначил этот пункт повестки планёрки регионального правительства Роман Старовойт. Губернатор подчеркнул, отдыхать нужно, но отпуск сроком в три недели и за границей территории России сегодня для чиновников недопустим. Давайте как-то более сдержанно к этому относиться. Тут в конце концов совесть должна быть. Ну какие отпуска сейчас, тем более за границей. Поэтому внимательно прошу переговорить со своими коллегами. На мой взгляд, и разговоров этих не должно быть. Обстановка на территории Курской области действительно не располагает к отдыху. Очередные прилёты ВСУ закончились трагедией. В ходе обстрела села Гуево Суджанского района погиб строитель. Ещё один ранен. Президент Владимир Путин поручил Минобороны и правительству страны помочь в обеспечении безопасности курян. В том числе и с этой миссией в регион в субботу приехал вице-премьер Марат Хуснулин. Обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья и социальных объектов на территории Курской области, ремонт и строительство автомобильных дорог, обсудили вопросы работы общественного транспорта. Также отдельно мы показали, как у нас организована работа по строительству фортификационных сооружений для обеспечения безопасности нашего региона. Марат Хуснулин посетил посёлок Северный, где возводят жильё для более чем 50 тысяч человек. Большую работу здесь ведут и по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры. В районе строят два новых детсада на 150 мест в каждой, ливнёвку с очистными сооружениями и детско-взрослую поликлинику. В высокой степени готовности строители готовы будут к концу текущего 2022 года сдать этот объект. Поэтому попросили помощи со стороны федерального бюджета. Пока поликлиника эта не стоит ни в одной из программ, нам пообещали финансовую помощь в этом году с тем, чтобы ввести поликлинику в строй. Возвращаясь к вопросам безопасности, Роман Стравойт рассказал, что на прошлой неделе выросло количество желающих записаться в добровольную народную дружину. Он напомнил, что обучение можно пройти разово, в выходной день можно пройти недельный курс со стрелковой подготовкой. Кроме того, раз в семь дней куряне отправляются на площадки подготовки ЧВК «Вагнер» за пределы региона. В ближайшее время с инструкторами планируют поработать и команда областной думы. Анна Пикулина, События дня.